Всем привет! Сегодня я хочу провести один эксперимент по совету одного из зрителей, который в прошлом видео про эту печку дал мне один совет. Но об этом эксперименте чуть позже, а сейчас я хочу показать апгрейд моей печки. В прошлом видео я плавил в этом тигеле. Вы видели. И по большому счету все мы, вот на ютубе сколько смотрю роликов, все мы тигели делаем толстостенные. То есть, как будто мы собираемся плавить, ну не задумывался я никогда об этом, просто сделал, как видел. И как будто мы собираемся плавить в нем тысячу лет. И дело в том, что на нагрев этого тигеля уходит хорошее количество минут времени. Я решил поэкспериментировать и сделал вот такой. То есть, с нержавейки, тонкий с нержавейки, который также не прогорит. Вот, понятно, что с обычного листового железа сделать, он прогорит быстро. Я сделал с нержавейки. Это корпус насоса глубинного, скважинного. Правда, он у меня был распиленный. Пришлось варить. Ну и варил дно. Сделал ручку. И, в общем-то, он меньше полминуты, уже красный. От паяльной лампы. Лампа у меня не с сильной мощности такой. Короче, маломощная. Вот я уже плавил и там специально заморозил алюминий. Сейчас я его расплавлю. Расплавлю еще вот эти два куска. И теперь про опыт, который мне предложил человек. То есть, не опыт, он уже это, видать, знает. Вот, вы видели, когда я на токарном станке точил, дюраль налипает на резец. И он мне посоветовал в расплавленный алюминий добавить медь. Понятно, что тогда уже металл, поменяя структуру свою, то есть все, сплав получится. Он станет жестче, тверже. Характеристики его изменятся. Ну, на что я ему написал, что медь, моя лампа, не потянет расплавить. Однако он сказал, что если в расплавленный алюминий закинуть медь, она в нем просто растворится. И еще вдобавок с выделением тепла. Не знаю, правда, не правда. Вот первый раз сейчас при вас буду это все проверять. И если медь действительно растворится, я вот этот кусок, моток проволоки хочу закинуть туда. Правда, в изоляции она, но обгорит, думаю, нормально будет. Шлак соберу. Вот, если получится, посмотрим, поточим на станке, какой вообще металл выйдет. Так, ну и все, наверное. Дальше устанавливаю камеру, разжигаю лампу. Плавить будем в этом тигеле. И вперед. Ну вот, алюминий расплавился. Теперь я кидаю остальные куски сюда. А потом уже буду печь. Так, ну вот, бег буду закидывать дальше, кручу камеру. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, начинаем наш эксперимент. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, растворяется, наверное. Во всяком случае, на куски рассыпалось точно. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое за этот совет. Были правы. Ну, вернее, он прав. Смотрите, с добавлением меди, алюминия, как краска стала от метна. Видно, что нагреб его. То есть, температура увеличилась. Сейчас надо будет шлак собрать Ребенди там не осталось Все Расплавилась вся Собираю шлак Можно выливать Ребенди там не осталось Ребенди там не осталось Ребенди там не осталось Ребенди там не осталось Так что можно лить Ох ты, как я угадал Как раз Можете посмотреть на дне На дне ничего нет Меди не осталось Ну ладно, короче, вы видели, как я мешал То есть меди не осталось Вся она получилась здесь Теперь остынет И попробуем поточить Ну хотя с виду она все равно белая осталась Может меди мало Будет видно Ну что Вытащил я заготовку Первое, что я обратил внимание Дюраль с медью Дает намного меньше усадку Чем обычный просто дюраль Когда выливаешь То есть с формы Мне его пришлось выбивать Хорошо Повозился Дальше Второй Вот и вот Ну вернее Это даже Дополнение первого Дюраль чистый Когда выливаешь форму Он дает усадку Что в основном с формы Потом выскакивает И смотрел ролики тоже Медь Когда люди плавят Медь дает усадку Вот здесь воронка образуется То есть она по краям резко застывает А здесь потом дает усадку Воронка образуется А здесь получилось Когда дюраль с медью Усадки почти нет Ну то есть Я же говорю С формы я его выбивал И теперь еще такой вопрос Может кто знает Еще может этот человек будет Но я ему напишу Который мне дал этот совет Спросить Такой вопрос интересует До какого До какой поры Можно растворять медь в дюрале В алюминии То есть например Можно взять 200 грамм алюминия расплавить И потом бесконечно Можно туда пихать медь Пока не заполнится тигель Получится так или нет По моему тут два варианта Или когда-то Процентное соотношение меди Дойдет до такого уровня критического Что уже Этой меди нужно будет Больше температуры Чтобы ее поддерживать На что лампа не способна паяльная А с другой стороны При добавлении меди Вы видели Что сразу алюминий стал красным Раскаленным То есть То что идет Выделение тепла При растворении меди Это оказалось правда И возможно Вот эта вот реакция Будет сама себя поддерживать И получается Главное только начать плавить Медь в алюминии А дальше туда можно Медь и добавлять Неограниченное количество Вот такой у меня вопрос Можно или нет Хотя наверное Если это чем так возиться Проще сделать горн На угле Когда нужно будет расплавить медь Так ну все Ладно дальше Раковинки есть Получились Здесь раковинка Одна есть Но верхушка Понятно что она Вон какая Это будет сейчас Стачиваться В этот раз я проточу И с этой стороны И с этой И так Полностью проточу Посмотрю что за качество Как он будет себя вести Хрупкий Нехрупкий Тягучий Нетягучий Начинаем Точить я буду Тем же рисом Которым точил Прошлый раз То есть для чистоты эксперимента В прошлый раз У меня на него Налипал дюраль Без всякого керосина Без смазки Вот на сухую Будем сейчас точить Посмотрим Будет сейчас С медью Налипать или нет Что то тут страшное Появилось Черное Да ничего Как будто мокрое Что то Я думал Поры пошли Никаких пор пока Ну дальше Ладно Едем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вы видели когда я точу идет или пар или дым но дымом не пахнет идет пар кому-то она себя набрала воды как это так все здесь поверхность чистая но почему-то она такая видно видно в камере тоже на черное вот это пятно темная пор не видать а так ну ладно будем дальше смотреть уже на стружку обратите внимание вот у меня стружка например не знаю где с прошлого видео тянулась а здесь она вся хрупкая возможно этот эффект дала именно мерить так ну проточил и сейчас продольная а я а это я уже обнаглел вот получается максимум съема на таком диаметре без вибрации но это понятно что мягкий металл не буду портить если не сейчас вот так снимем посмотрим что будет раковина пока раковинки есть да ну зато стружка мне нравится смотрите все теперь не нужно налипает на резет совсем не буду я сейчас гонять это все сейчас выключаю переворачиваю не камеру выключаю из-за того что я здесь сделал ступеньку надо было и обрезать кулачки зажимают только на краю пришлось подключить бабку к этому делу ну ничего дальше теперь проверяем что тут спереди обрезать кулачки зажимают и раковина и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, так, а видно? Видно? Спереди вообще нет пузырей. Чистенько все, гладенько, прелестно. Теперь прохожу опять вдоль, и будем, наверное, заканчивать мы это видео. Так, поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, с бабкой точить одно удовольствие. Видели, почти на весь резец шел, на всю ширину резца. Нормально и по качеству нормально. То есть здесь мне вот эти пузырики еще ниже содрать. И отличная заготовка, стружка сыпучая, совсем не липучая, на резце вообще ничего не налипло. Все отлично. Ура! То есть теперь в следующий раз, когда я буду плавить для себя алюминий, дюраль для заготовок, обязательно буду добавлять туда меди. Спасибо большое этому человеку, я ему в комментарии еще напишу обязательно большое-большое спасибо за такой совет. Так, 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 что я хотел еще спросить или сказать о меди. А, вот еще, вот такой вопрос еще, если вдруг кто из знающих людей сейчас смотрит это видео. Сплав-то я сделал, а вот теперь расплавить его назад получится с медью или нет? Скорее всего, теперь же температура плавления у этого металла, у этого сплава стала совсем другая. Но это я испытаю. Эту заготовку я, скорее всего, оставлю куда-нибудь, потому что она диаметром... Сколько тут? До на 70, наверное. Нормально она пригодится куда-то. Так, ну и все, наверное, на этом я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями. Обсуждайте, ругайте меня обязательно. И жду ваших советов. Потому что основная масса населения Ютуба заводит канал для того, чтобы нас чему-то научить. А я канал в основном завел для того, чтобы научиться у вас. Спасибо вам всем. Пока и удачи. Спасибо.